Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, вы на моем канале. Я визажист, работаю визажистом уже 25 лет, и здесь я рассказываю про красоту, как сохранить молодость, как выглядеть великолепно в любом возрасте. И сегодня тема SPF. Я знаю, что не все пользуются средствами для защиты от солнца, потому что думают, что если я не загораю, если я не на пляже, зачем мне тогда покупать дополнительно средства с SPF, потом это все смывать. Короче, очень много мороки. Вот когда я еду на пляж, тогда я покупаю специальный крем и там его наношу. Но оказывается, как показывают тесты и то, что говорят ученые, что SPF средства, они просто необходимы тем женщинам, которые хотят сохранить тургор кожи и отличное состояние на долгие годы. То есть, даже если вы не находитесь под прямыми солнечными лучами, а сидите в машине, у вас стекло, или вы сидите на рабочем месте в офисе, при этом на вас падают солнечные лучи, пускай даже через стекло, все равно вы таким образом подвергаетесь этому воздействию. И у вас не появляется загар, но состояние кожи со временем ухудшается. И это как будто бы ускоряет процесс старения. Я думаю, что вы все уже видели эту фотографию, она просто облетела весь интернет. Обратите внимание на мужчину, который работает водителем на протяжении десятилетий. И вот как выглядит его лицо. Там, где половинка лица подвергалась постоянному воздействию солнца, даже через стекло, вторая половинка, которая не подвергалась воздействию солнца. И вот что происходит. То есть, обратите внимание, он не загорелый. Дело как раз в том, что ультрафиолет очень круто убивает коллаген, и поэтому у нас кожа стареет быстрее. Соответственно, если мы хотим ее сохранить, нам нужны средства с SPF. И сейчас очень большой выбор, поэтому нужно в первую очередь определить, какой у вас фототип. Фототип – это чувствительность кожи. То есть, есть девушки белокожие, есть средний цвет кожи, который, скажем, не такой реактивный на солнечное излучение. Есть девушки со смуглой кожей, которые прекрасно переносят солнце. Ну и, соответственно, девушки, которые там чернокожие, которые адаптированы к солнцу. Поэтому в зависимости от того, какой фототип, нужно и выбирать средства. Значит, если у вас славянский типаж, у вас очень светлая кожа, и буквально через какой-то период времени на солнце она воскраснеет, соответственно, вы больше подвергаетесь вот этому воздействию ультрафиолетовых лучей. Соответственно, вам нужно выбирать максимальную защиту. Ну и вообще всем тем, кто хочет сохранить кожу, чтобы не было пигментации, чувствительности, сухости, ну и, соответственно, старения, то теперь мы и зимой, и летом, и не важно, на пляже, а в городе мы используем средства с SPF. На каждом тональном средстве, как правило, на сегодняшний день, есть обозначение, с какой здесь процент SPF. Например, в корейских брендах очень часто можно увидеть SPF 50. Вот я вам советую, кто хочет сохранить кожу, да, и не провоцировать различные цветовые элементы на лице, использовать SPF 50. Значит, тональный крем может быть в классической форме, в кремовой текстуре, и также сейчас большой выбор тональных средств, тоже чаще всего, конечно, с корейского производства, но и не только, европейские марки тоже есть. Это тональный крем Кушон. Кушон – это тональный, который вот в такой вот упаковке, как пудра, но при этом там кремовая текстура. И вот здесь есть такая вот губка с мембраной, да, которую вы нажимаете спонжиком и наносите на лицо. То есть вот такой тональный крем, как правило, он идет тоже с SPF 50. И поэтому, если вам как раз нужно выбрать такой крем, обратите внимание на Кушоны. Плюс в течение дня, особенно если очень жарко на улице, вы всегда сможете макияж подправить и SPF обновить. Значит, на сегодняшний день удобные средства – это тональный крем с SPF, это пудры с SPF, очень много пудр, в которых есть SPF, очень много. Единственное, что нужно обращать внимание, какой там процент, да, то есть где-то, например, 10, где-то 20, есть пудры, которые с SPF 50. И они как раз очень тоже удобны в течение дня подправить макияж и сделать его, ну, как бы опять обновленным, свеженьким и опять с защитой SPF. Значит, в зависимости от того, как вы проводите день, вы находитесь на улице или в помещении, нужно понимать, что если вы находитесь на улице, то SPF, как говорят дерматологи, работает всего 2 часа, ну, максимум 3. Поэтому желательно, если вы на улице, каждые 2-3 часа обновлять вот эту защиту. Как это можно сделать? Ну, если это у вас пудра со SPF, например, 30-50, это очень удобно, и вот у вас макияж, например, немножечко подтаял, поплыл, вы понимаете, что его нужно обновить, вы берете, промокнули салфеточкой излишки блеска и припудрили лицо, вы таким образом сделали эту защиту. Еще удобный вариант – это спрей. То есть вы всегда спрей можете носить с собой в машине, в сумочке, есть и более миниатюрные варианты, тоже с достаточно большим процентом SPF, и прыскайте на лицо также, если вы находитесь на улице, каждые 2-3 часа. Если вы находитесь в помещении и не сидите около окна, то тогда перед выходом на улицу вы можете опять обновить защиту. Уже по традиции, не первый год, делаю такую неделю красоты. Как ухаживать за кожей, как ее слушать, какой у вас тип старения, какую косметику выбирать, и когда вы правильно выстраиваете всю технологию ухода, вы увидите, как быстро кожа откликается и выглядит очень хорошо. И я вас научу, чтобы макияж смотрелся так, как будто его нет. При этом можно потрогать кожу, она естественная, нету тонной косметики, чтобы мы каждый день были красивыми, а не только по праздникам. И при этом, чтобы мы использовали те средства, которые доступны с учетом нашего бюджета, и, конечно, сама техника, чтобы это было все быстро, легко, в удовольствие, и чтобы вы получали потрясающий результат. Как красить глаза, как работать с новейшим веком, как скрыть пигментацию, как рисовать стрелки, как увеличивать или уменьшать, если вам это надо, губы, как сделать макияж стойким. То есть будет очень много того, что поможет обогатить ваш внешний вид, что вы в своем возрасте, в 40, 50, 60, 70 или 80 лет, можете выглядеть как роскошная женщина. И сможете этими знаниями пользоваться в свое удовольствие не один год, там много лет. До встречи на курсе! Конечно же, есть еще крем по уходу за кожей с SPF, есть отдельный крем SPF, есть тональный, как я уже сказала, есть базы под макияж с SPF. Нужно понимать, что все эти SPF, они не суммируются, если у вас одно, второе, третье, четвертое. Работает все-таки последний слой, поэтому очень важно, что вы наносите последний. Если вы выбираете крем с SPF, то тут тоже есть некоторые рекомендации, как его нужно наносить. Для того, чтобы SPF защита работала, нужно наносить достаточно большое количество. И еще очень важно сохранить вот этот вот защитный слой. Что это значит? То есть, когда вы наносите крем, вы его нанесли, вам нужно обязательно подождать минут 10, это точно для того, чтобы как раз действие вот этой защиты было максимально надежно. И когда вы наносите непосредственно крем с SPF, очень важный момент технически, не надо его вот так вот втирать и размазывать. То есть, в большей степени, это как раз вот такие вот аппликативные, аппликативное нанесение для того, чтобы как раз вот эту вот пленочку защитную и сохранить. Не то, что это пленка, просто как бы само нанесение, да, очень важно. И после этого, когда вы наносите тональный крем или пудру, тоже важно не смахнуть как бы вот этот защитный слой, не стереть. Поэтому все средства, которые с SPF, мы наносим очень аккуратненько, аппликативным способом. Тогда это будет работать. Ну и как я уже сказала, спрей в помощь, то есть можно всегда обновить, преснуть спреем, и потом, например, воспользоваться пудрой с SPF для того, чтобы вот быть уверенной в защите. Обязательно нужно, чтобы SPF попадали еще и на уши, и на шею, и кисти рук, потому что пигментация здесь тоже очень быстро появляется, поэтому если мы хотим сохранить руки молодыми, красивыми, тоже защищаем их от солнца. Грубо говоря, все открытые участки тела. Достаточно часто SPF средства бывают такие, да, очень тяжелые. Тяжелые в смысле, что они настолько жирные или матирующие, и некомфортно. Нужно тогда посмотреть, как бы, что для вас будет максимально приемлемо. Для этого вам нужно понимать, какая у вас кожа, какие задачи, потому что есть средства с SPF, матирующие, есть увлажняющие, и, конечно же, есть средства с SPF, которые еще и с тонирующим эффектом. То есть вам еще дополнительно тональный крем наносить не надо. То есть вы нанесли свой уход, потом вы наносите крем с SPF, который с тонирующим эффектом, и таким образом у вас получается и хорошая защита, и в то же время выравниваете тон кожи. И при этом еще немаловажный момент, это качественное очищение кожи, потому что средства с SPF, я бы сказала, ядовитые, они очень хорошо въедаются в нашу кожу. Если вы будете неправильно очищать кожу, то тогда может на лице появиться какие-то воспалительные элементы, прыщички, раздражения, и вообще кожа какая-то не такая стала. Поэтому обязательно всем нужно иметь гидрофильное масло, которое поможет как раз очень хорошо смыть вот эти вот связующие средства, которые есть в SPF. Да, для того, чтобы сохранить кожу молодой, получается, что у нас увеличиваются баночки, а что делать, а вот только таким способом мы можем сохранить дольше кожу в отличном состоянии. Значит, вечером вы берете на сухую кожу, когда вы еще не дотронулись водой, берете гидрофильное масло на руку и наносите на сухую кожу. Потом буквально в течение 15 секунд распределять это масло по лицу, и только после этого вы мочите руки водой и начинаете влажными руками массировать лицо, не массировать, а эмульгировать, то есть масло превращается в воду и очень хорошо очищает кожу. После этого нужно еще смыть гелем или пенкой для снятия макияжа. Вот такая как бы двухступенчатая очистка идет от средства с SPF. Очень сложно, но зато будет приятный бонус. Красивая кожа, минимум пигментации, не будет ускоряться процесс старения, и вы тогда будете выглядеть великолепно. Мы же этого хотим, поэтому придется вот немножечко по-другому пересмотреть и макияж, и средства для очищения кожи. Девушки, я надеюсь, было полезно. Теперь обязательно воспользуйтесь моим советом и выберите для себя самый удобный вариант защиты от солнца. Это будет или крем SPF, это будет тональный крем с SPF, это будет SPF с тональным эффектом, это будет пудра, это будет спрей, что-нибудь, что может максимально защитить вашу кожу, чтобы она была молодая и красивая. Надеюсь, было полезно. Спасибо вам и до новых встреч!